Машка Доброе утро, ребят. Как ваши дела? Как ваши настроения? Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня у нас погода с утра отличная, прохладная, так приятно. Но этот воздух не заходит домой, потому что очень душно. Вчера с утра было очень жарко, даже здесь с утра, наверное, это 30 градусов было. И где-то к 4-5 часам пошел такой сильный дождь, просто не представляете. Вот утром, что я сосняла дерево, которое валялось на полу, на земле, это от этого дождя. Жалко, конечно, дерево, но что поделать? Ломалось. Все я добрала в школу, сразу пошел на работу, а я сейчас дома, как видите, буду готовить еду. Сейчас хочу приготовить плов, потому что должна пойти потом за Резо, привезти его домой, чтобы он был в речи. Потому что сегодня мой свекор уезжает к Грузию, и, как знаете, он поисковый водил гулять. И так как он уже сегодня уезжает, уже некому будет его водить днем. И мы решили, что я буду в обед ехать за Резо, проводить его домой, и он будет кушать дома, конечно же, и будет выводить речи на улицу. Сегодня в планах у меня вообще много дел, надо мне в Мелю пойти, нужно пойти Машки сандали поменять, потому что они чуть-чуть малы. Еще что-то. Сегодня, кстати, у меня было рандеву в другом городе. Насчет моих рук. Но я забыла. И плюс сегодня Резо работает. По-нормальному у него по понедельникам выходной. Но так как я в четверг вложу в больницу, он попросился поменять дни. То есть выходной у него будет четверг, а сегодня уже работает. Мы про это тоже вчера забыли. Потом я вечером вспомнила уже, когда от родителей пришли мы домой. Резу тоже совсем забыла. И вот так. Сегодня мне пришлось пойти на работу. И поэтому я смогла поехать на свою рандеву. Я поменяла на следующий понедельник. Понедельник, потому что, чтобы с Резой вместе поехать, так как у него прав нет. И я плюс одна, так то никуда не ездила далеко. Особенно в другой город плюс. И чтобы вместе с ним поехать. Вот так. Что еще надо было мне сегодня сделать? Не помню. Честно, не помню. Ну, вчера мы Елизе провели дома. Пробралась, приготовила еду. Ну, как всегда. Семейный день, домашний день, дома. Готовка, уборка. Себя привела в порядок. Ну, сейчас, конечно же, ненакрадочно. И потом мы вечером пошли к родителям попрощаться с отцом. Как раз маленький тоже там был. Эти сандалики, что я ему взяла, ему точно-точно были. Ну, чуть-чуточку большие. Но как раз для ребенка, чтобы ногу свободно ставить. Ноги, пальчики не выходили. Нигде не давит. Очень удобная обувь оказалась. Мне не пожалелось, что я так радовалась. Только-то не знаю, что. И пришли домой. Дети искупались. И легли спать весьма не обратно. Началась наша каждодневная рутина. Школа с утра. Школа пока еще не есть. Конец удастся начинается в начале июля. Но если будет очень сильная жара под конец июня, то я уже больше детей не заберу. Потому что они целыми днями, помимо класса, выходят на улицу. Бегают, прыгают под солнцем. И как бы... Ну, хорошо. Ну, так можно. Солнце их долго оставлять. И поэтому, если уже под конец, там ничего особенного у них не будет. Особенно у Алика. Я имею в виду насчет там контрольной, если не будут оценки. Если бы вот из-за оценок, я в основном переживаю. Потому что то у них стихи, они сдают то чтение, то там диктанты у них разные. И вот если такого ничего особенного не будет под конец июня, то я уже их не заберу. И все. Баренточка. Ух, как я утомилась разговором. Если честно, вчера весь день думала, как плохо, что я с понедельниками не иду обратно на стаж. Потому что, знаете, как-то эта неделя, несмотря на она была тяжелая, но так приятно было с утра вставать, выходить, идти работать, в кавычках, потому что я в основном стажерке проходила. И как-то у меня соскучилось уже за два дня. И плюс еще переживаю за то, что как будет проходить моя учеба. Так как я прохожу в онлайне, чуть-чуть переживаю, что будет трудно. Но трудно будет это сто процентов, потому что мне легко самому учиться. Но я имею ввиду, я надеюсь, что будет, как сказать, объяснения будут легкими. Вот иногда бывает, да, когда программу составляю, бывает программа легкая, я имею ввиду, легко понятная. А если она будет очень тяжелой, как в книгах записано, то я не знаю, как я справлюсь с этим. Но надо будет максимально мне учиться, 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 учиться. Вот такие дела, ребят. Так особо больше ничего новенького. Дни тоже так прошли. Пошли, заберите ли? Сегодня, да, в Мире надо пойти, Машке сандали поменять. Еще кое-что нужно было, но я не помню. А, кстати, в 18-й ушла Машка, это тоже на один раз в семье. Надо подарок купить. И что же еще? Подарок, Мирю, сандали поменять. Вроде бы все. Потом в четвертке я ложусь в больницу. Так, я не хочу, все не представляете. Я эту больницу не люблю. Не люблю, не люблю, не люблю. Я 10 раз сама себя этой причиной искала, чтобы лишь бы не пойти, аннулировать. Даже вчера я разыскала, разыскала, если хочешь, чтобы я не пойду, и ты останешься дома. Ну, как бы выходной слой проведешь, как надо. Он говорит, нет, пойдешь в больницу. Плюс, знаете, я должна пойти туда днем 3 часа. И, представьте, до вечера, с трех до вечера, ну, где-то до девяти. Я должна буду протянуться, чтобы потом лечь спать. А за это время, я не знаю, может быть, они у меня будут какие-то анализы брать там. Я не знаю. Они просто сказали, что я должна буду там провести ночь. Надо было мне там чуть-чуть позже позвать, а не в 30 дне. Я не знала, как я там проведу этот день. И плюс на второй день тоже я не знала, когда меня отпустят. А Резо дома до обеда. А после обеда он работает, в пятницу. Я не знала, как будет. Если меня продержат дольше, чем до обеда, то Резо и придется садиться дома с детьми. А вообще-то дети в школе. Что-то такое, что-то такое. Нет, все нормально. В общем, вот так. Что же еще хотела сказать? Я не помню. Сейчас тоже позавтракаю. Хочу просто хлопья с молоком поесть. Легкий завтрак. Потому что вчера я перед сном покушала. Стараюсь не есть перед сном. Но когда я очень голодная, я не могу спать. Но я немного поела, чуть-чуть поела. Но как бы перед сном все-таки не стоило кушать. Поэтому сейчас хочу такое легкое что-то перекусить. Уже покраски хлопья с молоком как раз подойдет. И потом уже надеюсь, плов тоже быстро доделается. Чтобы свободно привести себя в порядок. И вам не право почистить. И пойти за РИЗО. Я РИЗО почему? Когда начала разговаривать. Наверное, все забетели. Я начинаю взевать. Я не знаю почему-то. Я смотрю, у меня все нормально в организме. Не знаю. Кстати, да, насчет рук. То что я говорю. Я РИЗО взяла. Я решила пойти сделать лазерную эпиляцию. Очень долго над это я думала. Но решила все-таки пойти сделать, чтобы свободно себя чувствовать. Потому что в этом году, я когда ладила до этого, очень трудно мне выходить в маяки на улице. Я не знаю, я себе очень сильно это била в голову. То, что люди на мои руки смотрят. И у меня такое ощущение, что все постоянно смотрят на мои руки. Вот так. И мне не комфортно. Поэтому я решила пойти избавиться от них. Плюс они у меня очень-очень тоненькие. Вообще их не чувствуется. И я думаю, они вообще исчезнут. У меня после нескольких сеансов. Я нашла хорошую клинику. Видно, что она хорошая. И не дешево так стоит каждый сеанс. Надо пройти 8 сеансов. По-нормальному мне объяснили. То, что дефинитивная эпиляция не существует. Вы говорите, никому не верьте, что мы делаем эпиляцию дефинитивную. То есть, что никогда больше у вас волосы не отрастут. Это такая неправда. Возможно, говорит, смотря какие у вас волосы, говорит, возможно, не будут расти. Или будет очень-очень медленно расти. И как пух. Но такой, как не бывает, что они вообще исчезли. И первый сеанс она сказала, что будет бесплатным. Потому что они должны будут протестировать и посмотреть, какие у меня волосы, это все. И уже скажут точно, как и что будет. А потом уже со второго сеанса, когда я рандевую еще раз возьму, уже, конечно же, будет оплачиваться. И каждый сеанс, то есть 170 евро каждые 8 недель. Тоже, то есть, где-то 3 месяца раз нужно. Да, 3 месяца раз, еще немножко. Не-не, 2 месяца раз. Надо будет идти и делать. Я думаю, если ты делаешь на 2 месяца, это вот так хватает. Представьте, сейчас, если я сделаю в этом месяце, мне до конца лета оно должно хватить. Это же отлично. И я думаю, 170 евро на 2 полностью руки, вообще не дорого. Что поделать? У меня волосатики. Мне нужно пойти от этого избавиться. Раньше мне вообще как-то все равно было. Но последние годы, когда уже начали идти, комментарии идти. Прямо, когда люди за тебя стоят. И когда это говорят, между собой об этом рассказывают. И даже не стыдятся. И им все равно как-то, что человек это услышит или нет. Им просто напросто наплевать. И смотря, если на них посмотрите, они еще хуже. Все в прыщах. Грязные, вонючие. Вот такие люди, понимаете. И уже как-то там мне в сердце, как камень на душе стал. И, в общем, решила я, в общем, избавиться от этого. И для себя тоже. Потому что, когда иногда платья, вот, хочу одеть или что. То они, вот, как-то мне, мне самой уже неприятно. Некомфортно. И на ней раздействует. И я пошла в луж. Пойду, посмотрю. Ну, что они мне скажут. Если она скажут, что у вас очень такие тонкие волосы. И вообще, после нескольких сеансов, как бы, исчезнут. Не переживайте, да. То я обязательно сделаю. Все делают. Я не думаю, что именно на мне что-то не то будет. В ворском не хочу эти делать. Потому что знаю, что потом очень такие жесткие волосы выходят. И плюс это хватает только на неделю-две максимум. Но не больше. Здесь у нас есть в этом бутике и в Роше. Делают две руки полностью 17 терра. Но она мне сказала, что на неделю-две как бы максимум хватает. Зачем мне идти поставить. И плюс это, во-первых, больно. Во-вторых, потому что нежелательно делать. И они просто обрывают ваши волосинки сверху. А это корни все остаются. И они как бы обратно вырастают. И Бог знает, как вырастет еще. Поэтому лучше я не буду рисковать. Чтобы потом в конце не пожалеть. А пойду сделаю эпиляцию. Несколько месяцев заплачу по 170 евро. И все как-то. Все за каждые два месяца нормально. Можно отложить. И каждого месяца делать по 170 терра. Восемь раз. И как бы все. Так что вот так, ребят. Я решилась на это тоже пойти. Надеюсь, я не пожалею. Самое главное, чтобы я не пожалела. Но если честно, мне очень не хочется с ними прощаться. Я уже 29 лет с ними живу. Но надо, я думаю. Или же нет. Вот знаете, вот так я знаю. Вот когда я рандеву беру. И перед этим рандеву уже. Может не пойти. Может не надо. Сама себя это делаю. Отговариваю, чтобы пойти. Сколько раз, знаете, я убрала рандеву. И не доходила. Все время потом в конце я нервала. Ребят, я уже все закончила. Сейчас я еду за Рызу. Надеюсь, я успею. Пока себя в порядок привела, не обратила внимание, что уже без 15. Села с собой очки. Здесь все нормально. Солнце ужасное. И поехали за Рызу. Друзья, я зажарилась на улице. Ужас. У нас очень-очень жарко сегодня. Тоже. Только что зашла с улицы. Ну волосы. Уж не знала, как делать волосы. Чтобы эту жару собирать не хочется. Распускай тоже жарко. Иначе я пошла Машке, чтобы поменять стандалики. И ее размера не было. Того цвета и окраски. Я взяла другой. Другие. Тоже самый размер. Мне почему-то не кажется, что они побольше. Там бывает иногда обувь. Тоже самый размер. Но пережимать клево. Так что я взяла. Думаю, в примере посмотрим. Вот так они выглядят. Плюс Машка когда увидела, она вначале хотела их взять. Но она думала, что такой блестящий. Вы знаете, вот этот материал, он очень тонкий. И я думаю, будет натирать ей. Но. Другого выбора ничего не было. Нет. Выбор-то был. Но я имею в виду, размера не было. Поэтому я взяла эти. Сегодня надо проверить. Я надеюсь, что это размер не пойдет. Потому что если нету, то вообще что-то побольше. В общем, придет примерить. Посмотрим. Это взяла. Лешке пошла и взяла кепку. У него такие кепки есть. Но он им не любит. Потому что он ему в тот день ВНЧТ ему понравилась кепка. Мы только не говорили. И он взял ее. Он еще не с кому обозьму не пойти. Черного цвета на все пойдет. И плюс козырек. Видите, такой простой. Классический. Не то, что такой ровный, как тарелка. Ему такие не подходят. И вот я взяла. Взяла всегда белые носочки. Потому что сейчас лето. Все. Убила лобовь. Я и так ношу. И носки тоже нужны белые. И взяла вот такую цепочку себе. Как она мне понравилась. Я уже несколько раз ее замечала в МНЧТ. Время не брала не брала. Я решила уже в конце концов взять. Такая красивая. С бабочкой. Можно под что-нибудь одеть. Все. Больше ничего не взяла. Хотела шорты себе. Но все короткие. И слишком короткие. Мне хотела, чтобы такие тонкие материалы. Просторные. И в ход чуть до колена. Но не было. И поэтому я ничего не купила уже. И ушла. Все. Были красивые. Лоские. Но все топливые. Вот так. До суда еще. Все закрывалось. Цветные. Такие. Разного цвета было. Выборную. Я имею ввиду. Очень красивую. Но то что такие короткие. Я не могу надевать. И не взяла. Конечно же. Вот так. Все. Я уже дома. Сейчас. Чуть-чуть посижу. Отдохну. Как раз. Я разу забрала. Машину помыли тоже. И поехала поменять ее сандалик. Я так рухнула. И приехала. Зато забыла хлеб купить. И этот. Отдохну. Сейчас. И пойду за детьми. Пойду пешком. Чуть ходить. Несмотря на то что жарко. Я наверное вернусь. Как помидор красный. Но ничего. Нужно походить. А то я постоянно на машине. Ребят. Мы уже дома. Сажарились. Пешком пошла. Ужас. Несмотря на то что мы долго так ходим. Но. Это было ужасно. Плюс у меня. Я не знаю наверное сейчас чувствуете. Я в нос говорю. Потому что у меня нос забитый этой пылью. Уже сколько времени. Как жара настала. У меня все время. Нос забитый из-за этой пыли. От ложки на кепках. Этот козырек чуть не так сел. Ха-ха. Да мама это так должен быть. Что мне. Я за голову поправлю. Машка тоже одела эти сандалики. Примерила. Вроде бы точь-точь ее размер. Мама это лежит. А потом мама. А потом мама. Наши речи. Речи кушать будет? Да. Здесь тоже бедный. Шарка мучается. То в коридоре ложится. То тень ищет. Где прохладнее. Идет. Только тепло ему встанет. Идет другое место ищет. Я его не закрывала. Пока вышла за детьми. Кто у нас там. Жалко его. Он лежал в прохожей. Спал. Фух. И не закрыла его. Потому что жарко на одном месте лежать. Тоже жалко его. И в общем так. Сейчас они поужинают. И чуть попозже мы выйдем. Надо пойти купить хлеб. И поехать за разом. Чтобы его с работы привезти домой. И на этом закончится наш сегодняшний день. Будем потом отдыхать. А у меня сегодня такая глажка. Целая гора. Как сейчас вы не представляете. За неделю я набрала. Потому что старшка походила. Решила на выходных прогладить. Но на выходных тоже решила отдохнуть. И как бы этот день уже настал. Что правда нужно было прогладить все вещи. Помните что? Вот ее сандалики. Красивые. Такие блестящие. Но ее пальчики. Ребят. Мы уже приехали за Рызо. Рызо вышел. Сейчас ждем его. Он собирает Мали. Мы остановились. Мы не хотим выходить. Потому что очень жарко на улице. Мы в прохладной машине сидим. В конце не включены. Я себе купила очки для компьютера. Для телефона. Чтобы у меня глаза не болели. Потому что очень сильно на меня действует. Эта неделя, что я прошла стаж. У меня очень сильно болели глаза из-за компьютера. Аж слезы шли. Когда я на стаж была. И я решила пойти себе очки купить. Потом пойду вам обязательно покажу. И вот сидим ждем Рызо. Дети тут. Это мы купили подарок для Машкиной подружки. Она на 18 числа идет. На тело чтение. И мы за Лиза. Нет, здесь вид. Сейчас же. На следующей неделе. На следующей неделе. Да, на следующей неделе. И решили сейчас взять. А то я думаю, потом я забуду. И пусть-пусть. И вот так. Сейчас стоим и ждем. Где он? Где он? Где он? Мы что-то нашего папу не потеряли. Он, оказывается, круг дает. А мы его ищем. Что только человек не сделает ради треймали. Особенно любителей. Теймали. Здешние французы не знают, что это такое. Я имею в виду, они-то знают, что это. Но они не едят. И когда они видят, что мы собираем. Они спрашивают, что вы собираете? Зачем собираете? Они не верят, что это возможно кушать. Но некоторые, конечно же, знают и кушают. Пробуем, наверное, в большой струне. И спрашивают. Сейчас мы тебя и потеряли. И испугались, что ты у тебя украли. Знаешь? Папа? Мы уже вернулись домой. Заказали пиццу. Нашу любимую пиццу. Я подхожу к крану. Хотела помыть посуду. И смотрите, с чем я в руке осталась. Алло. И смех и грех. Ужас. Мой кран сломался. Ой, не открутился. А он прямо по праву сломался. Завтра нужно купить новый кран. Вот такие дела. Вот такой у нас вечер. Ребят. Ну, закончила все свои дела. Погладила белье тоже. Зажарилась очень рад и душно. И хочу спать. Сейчас посмотрела чуть-чуть фель. И сейчас я пойду спать отдыхать. Посмотрела почти 12 ночи. И прощу. Пойду спать. Хочу покалить тачки и свою. Купила в магазине. Специально. Все продавцы. Кропочка. Тряпочка. Потом еще что дальше? Вот такие. Санечки. Вот такие. Форма была только одна. Нормальная. Другие мне понадобятся правую очку. Я решила, наверное, взять такие. Как-нибудь подходит. Очень трудно. Я еще прямо смотрела на экран телефона. В тихачках. Взяла на время. Потом думаю, потом поменю возьму. С другой правой. Все потолще. Пока так. Плюс у меня была скидка. Потому что это на что работает. На этом гараже, который относится к этому магазину. У меня была 20% скидка. Вместо 305 евро я взяла за 23 евро. Нормально. Это просто очки для экран телефона. Для телефона, для планшета, для компьютера. Это как бы не вверх тех кукол зрения такое. Он у меня спросил, если мне нужно говорить для зрения. Он сказал нет. В общем, вот так, ребята. Я пойду отдыхать. Всем желаю спокоить ночи. Не забывайте поставить лайки. Подписываться на мой канал. Кто же не подписан. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Обязательно будут отвечать. И всем до скорого, ребята. Всем пока.